всем привет меня зовут вика давайте посмотрим новый расклад таро для мужчин кто постоянно думает о вас какая же женщина думает о вас я надеюсь не мужчина думает и так как всегда настраивайтесь на расклад для энергообмена ставьте лайк подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео с друзьями и продолжаем знакомиться напишите мне в комментариях как он вот вы живете в доме либо же в квартире да может быть сколько комнат у вас вот да напишите и вообще можете написать все что вы пожелаете да вот просто интересно побольше о вас узнать итак смотрим каких энергиях вы пребываете башня башня так ну все понятно у вас произошел разрыв развод да вот очень такая трагическая ситуация вашей жизни которая перевернула ее кардинально причем вот проигрывается ситуация когда знаете может быть даже такое что вы остались один на один с этой проблемой вашей вроде бы и людей много и друзей приятелей родственников но особо как-то ну сильно никто и не лезет и чтобы так вот вас поддерживали я не вижу вот знаете еще может проигрываться что вы даже сами как-то может отстранились пока вот пережили либо же сейчас переживаете вот это ваше такое болезненное состояние когда знаете вот вы даже не замечаете в своей жизни что бывает у вас опасность вот вокруг вас бывают периодически опасные ситуации вот вы когда в таком настроении находитесь у вас как будто все какие-то вот чувства эмоции ваши анализаторы они отключаются да вот очень четко вот говорит эта карта нам об этом вокруг вот акулы плавают да а вы даже не замечаете вам все равно то есть такое вот состояние когда вообще отрешенность полная у вас в жизни не раз были ситуации когда вот реально была опасность для вашей жизни либо здоровья напишите в комментариях была ли такая ситуация причем смотрите вы такой человек который ну очень такой мечтательный вы вы любите мечтать что-то планировать да потом идти к этой цели но очень такой вот вы целеустремленный и вам жизненно необходимо иметь пару вот вы себя не представляете без женщины вот вам плохо без любимой женщины вам плохо без пары может проигрываться еще что вас то ли работа связана да вот с дорогами с поездками либо же вы просто ездите за рулем сами вы очень много времени можете проводить в поездках также может это проигрываться так далее что же еще у вас происходит ну понятное дело скандалы но расставание у вас было непростое очень непростое это могли быть грандиозные скандалы дележка имущества дележка денег всего даже из-за детей могло быть ну много неприятностей хотя вот вы такой человек вы очень умелый вот в том чем вы занимаетесь вы очень умелый вы можете даже других научить подсказать вы такой ну знаете еще правдолюбвы вот вы не боитесь пойти против толпы что-то отстаивать за что-то бороться такой вот правдолюб личной жизни на данный момент я не вижу я имею ввиду серьезных отношений да вот вы очень справедливый человек иногда у вас вот проигрывается еще такое состояние что вот достало все достало вот эта ситуация в которой вы находитесь досталось вот может быть у кого-то безденежье проигрываться у кого-то может быть знаете вот состояние достало что я не могу встретить женщину новую я им не верю где их искать да где я найду хорошую хорошие уже все заняты все разобраны что делать как жить вот это вот состояние что все и все достали может у некоторых проигрываться что хочется уйти куда-то уехать на край света отключить телефон и никого и ничего не видеть так давайте-ка теперь посмотрим какая женщина пришла к нам на расклад женщина очень властная очень конфликтная я бы сказала что это диктатор в юбке вот она с одной стороны вы знаете она может внешне быть такая милая белая пушистая кошечка вот смотришь на нее но не подкопаешься вот такая она вся замечательная она может вот перед другими перед чужими людьми она такая вся вежливая внимательная такая вся хорошая прихорошая в семье же это тиран просто это какой-то диктатор это человек который безумно любит деньги она любит даже копить деньги копить чтобы их потратить исключительно на себя на какие-то свои хотелки да ну то есть это человек с которым довольно ну не просто сосуществовать не то что жить даже это именно вот не жизнь а какое-то существование потому что вот она подавляет свои энергии вот какая-то энергия власти энергия скандала идет энергия эгоиста вот самовлюбленная женщина то есть вы пытались ее кружить пытались в него господи в нее да уже заговариваюсь пытались в нее вкладываться да но ей все равно все было не так давайте-ка посмотрим почему же она думает о вас да еще и постоянно часто да так а потому что ей больше не о ком думать вот у нее личная жизнь не складывается вот она для себя поняла что вы были вот лучшим мужчиной из всех кто у нее был она это только сейчас поняла только после расставания вот опять наш любимый император да вот вы для нее остались императором пусть она даже нападает понятно что она вам этого не скажет что вы для нее император по факту вот она поняла что вы были в ее жизни лучший из мужчин не до вас не после вас такого мужчину она не встретила я не вижу на перспективу чтобы у нее был такой мужчина она понимает что она могла вас укротить да вот вы такой вот сильный лев да вот и она смогла вас укротить вот такого вот сильного мужчину больше она такого не встретила она прекрасно понимает что вы ее любили она это знает она прекрасно понимает что вряд ли она найдет такого мужчину поэтому вот она думает Она, ну, своего рода это такая вот ностальгия, в которой, конечно же, она никогда вам не признается. Она хотела бы ещё встретить вот такую же любовь, какая была, как вы к ней относились, да? Но сейчас я этого не вижу. Вот она сидит и мечтает об этом. Вот она мечтает, и хочется новой жизни, и хочется красивой жизни, и хочется любви. Но этого нет, и от этого очень плохо. Вспоминает вот хорошие моменты, которые были у вас. Причём, знаете, вот мне идёт такая информация, что вот не знаю, даже как-то удивительно, вот напишите в комментариях, есть ли такая вот ситуация, была ли ситуация такая в вашей жизни, что вот она вспоминает вот какой-то момент из вашей совместной жизни, что вот остаётся, допустим, ну, возьмём там вкусняшку какую-то, да, вот допустим, у вас оставалась какая-то вкусняшка, да, вот, и вы готовы, вот вы последний кусочек ей отдавали. Вот я прям это вижу, вот, да, вот вы берёте, там пусть последняя конфетка, там всё что угодно, да, вот вы сами не доедите. Вот какую-то ситуацию такую она вспоминает, что вы сами не доедите, вы своё отдадите, вот даже в мелочах. И вот сейчас она за этим ностальгирует. Ей очень не хватает такого, что вы готовы последнюю рубашку, последнюю там конфетку, я не знаю, всё что угодно последнее отдать. Вы были готовы на это. И сейчас она, да, конечно, она думает о вас, потому что больше ей не о ком думать. Жалеть она, да, жалею. Вот давайте спросим, жалеет, да что ж такое? Жалеет ли она о том, что вы разошлись или же нет? Да, она жалеет. Она жалеет, но она понимает, что назад не вернёт. Вот у неё есть ностальгия, ей бы даже, ну, на уровне мыслей, конечно же, вот ей бы хотелось даже вернуть ваши отношения. Но она понимает, что этого не будет. Вот не будет. Да, мечтать она мечтает. Но сейчас вот у неё очень непростой период. Потому она как-то и начала вот задумываться, начала вспоминать, начала постоянно думать о вас, вспоминать, ностальгировать. Вот она запуталась, да, вот как в паутине, вот в этой. Она полностью запуталась, и она не знает, как ей жить дальше. Всё пошло наперекосяк её жизни. Всё пошло не так. Она совершенно по-другому себе всё представляла. С вами она помириться тоже не может. И что делать? Дилемма, да? За что боролась, на то и напоролась. Хочется красивой жизни. У неё будут, кстати, тоже кардинальные перемены. У неё будут кардинальные перемены в жизни. И понимаете, вот она такой человек, она никогда не покажет, не расскажет, что ей плохо. Вот она должна быть всегда такой королевишной на высоте. И будет какая-то ситуация, что она может даже объявиться к вам с какими-то претензиями, вот нападками какими-то, вот нападения такие своего рода. Но это будет, знаете, это будет такой повод пообщаться просто с вами. Это не будет специально вот какое-то нападение, претензия, вот в прямом смысле, да? Вот она придумает, ну, такой глупый предлог, чтобы просто к вам прийти, либо же позвонить, да? То есть человек может поднять трубку и сказать вам, позвонить, что вот ты такой сякой, что ты не сделал, и то ты не сделал, да? Под любым предлогом. Просто для того, чтобы, как говорится, голос ваш услышать, да, вот пообщаться, потому что у неё есть своего рода тяга к вам, у неё есть. Вот она всё равно за вами ностальгирует. Я не говорю, что это любовь какая-то безумная. Нет, любовью здесь не пахнет. Здесь пахнет переживаниями, здесь пахнет тем, что жизнь пошла не так, как она хотела. И то, что вы оказались лучшим мужчиной в её жизни. Вот этим пахнет этот расклад, понимаете? Поэтому, смотрите, вот человек уже не знает, что себе придумать. Она уже не знает, под каким предлогом, на какой козе вот подъехать, пообщаться с вами. Ну, вот она выберет какие-то вот типа претензии. Вот что-то надо выяснить, что-то вы недосорились, недовыясняли. Но это будет с подтекстом, это будет с глубоким подтекстом. Так что, ребята, держите ухо в остро, не поддавайтесь ни на какие уловки, ни на какие наезды, ни на что. Потому что, ну, человек, ну, реально сейчас убитый, разбитый, да, вот она не знает, что делать, как быть, никому не нужна, какое-то вот одиночество, вообще непонятки в жизни. Но за ваш счёт это решать, тоже вот эти все свои дела, да, вот уловки какие-то придумывать. Ну, смысла нет, потому что я не вижу и вашего совместного будущего. Я не вижу, что она что-то выиграет. Ну, хорошо, ну, появится, ну, поскандалит она, ну, претензии предъявит. Ну, лесом пойдёт. Я думаю, большинство из вас просто лесом отправят её. Поэтому смотрите внимательно, держите ухо в остро. И настрой на позитив, как всегда. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео с друзьями. И всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!